Раньше клетки обычно делали из мелкой рабицы. Сейчас в основном используют сварную сетку. Она жестче, с ней легче работать. Продается она рулонами, ширина которых, как правило, 1 метр. Цена зависит от толщины проволоки. Часто можно встретить дефектные участки, где места сварки отваливаются. Такую сетку можно купить с уценкой, а иногда такие куски даже бесплатно отдают. Так что, если эстетика для вас не важна, можно взять и такую. Сетка для пола и стенок может отличаться. Сначала рассмотрим стенки и потолок. Какого размера должна быть ячейка? Я видел разные клетки. Некоторые используют сетку с огромными ячейками. Такими, что курица может свободно просунуть в них голову. Я вижу два основных минуса в таких крупных ячейках. Первый. Куры могут долбить стену или другие окружающие клетку объекты. Второй. Куры могут долбить вас, когда вы рядом. Это может мешать или просто раздражать. У меня есть клетка с вырезанными отверстиями 5х3,5 см. Куры где-то до 4-5 месяцев могут просунуть туда голову. И здесь же есть отверстие 5х5 см. Сюда уже может просунуть голову взрослая курица. Курам обычно мешает гребешок. Поэтому, если вы выберете крупные ячейки, лучше пусть они будут не меньше, чем 5х5. А лучше 5,5х5,5 см. Иначе голова может застрять. Но это, конечно, еще зависит от породы. Размеры головы и гребня могут немного отличаться. Сетка с крупными ячейками не подойдет для содержания цыплят. Я рекомендую использовать мелкую ячейку. Не больше, чем 2,5х2,5 см. Ячейка может быть квадратной или прямоугольной. Это не важно. У меня есть клетки с ячейками 1,8х1,8, 2,5х1 и 2,2х2,2 см. Все они одинаково хороши. Какой толщины должна быть проволока, из которой сварена сетка? Я рекомендую не тоньше 0,8 мм. Чем больше площадь сетчатой стенки, тем толще должна быть проволока. Однако, для размера 1,2 мм достаточно толщины 1,2 мм. Больше нужно обращать внимание на качество сварного соединения, чем на толщину сетки. Есть хорошая сетка. Есть такая, от которой проволока легко отваливается. Также следует учесть, что большая толщина дает значительно большую массу, что не всегда желательно. При большой площади две плоскости сетки могут иметь разную жесткость. Например, я делал клетку площадью 1,2 мм. Потолок сделал сетчатым. Из-за такой площади я собирался установить поперечину в центре для жесткости. Установил сетку, она провисла. Я ее перевернул. Она перестала провисать и придала жесткость всей прямоугольной конструкции. Поперечина не понадобилась. Теперь рассмотрим пол. Здесь уже меньше вариантов. Хорошо себя зарекомендовал размер ячейки 2,5 на 1 см. Толщина проволоки 1,5 мм. Можно взять толщину 1,2 мм. Но, возможно, потребуются дополнительные продольные и поперечные прутья под полом. Если площадь пола больше 1 метра в любом направлении, то они также потребуются. Прутья должны быть металлическими и иметь минимальную толщину, способную выдержать нагрузку на данной длине, чтобы не задерживать помет. Мне приходилось видеть заводские клетки фирмы Big Dutchman. Их пол был сделан из сетки с узкими и длинными ячейками. Проволока очень толстая. Я не замерял, но думаю, примерно 2-2,5 мм. Я не видел в продаже такую сетку, но если где-то она есть, ни в коем случае ее не следует брать. Дело в том, что длина ячейки сопоставима или даже больше длины куриного пальца, а ширина немного больше толщины куриного пальца. Поэтому очень часто бывает такое, что палец проваливается в ячейку, курица поворачивается вокруг своей оси, и палец блокируется. Она не может его вытащить самостоятельно, не повредив палец. Курица от этого, конечно, не умирает, но обычно палец, а затем и вся стопа постепенно претерпевают деструктивные изменения. Если они значительные, то курица может перестать ходить, и придется ее зарубить. В моих клетках при размере ячейки 2,5 на 1 см, такого ни разу не было. Думаю, что ширина может быть больше, ячейка может иметь квадратную форму, и все будет в порядке. Главное избегать узких и длинных ячеек, а толщина может быть и больше 1,5 мм. Также следует учесть направление скатывания яйца. Проволока приваривается внахлёст. Та, что сверху, должна быть параллельна направлению скатывания. Цыплят до 4 месяцев на таком полу держать нельзя. Необходимо внутрь постелить полимерную или резиновую сетку с размером ячейки 0,5 на 0,5 см, или покрыть пол сплошным материалом и периодически его чистить. Но лучше иметь отдельную клетку или коробку специально для цыплят.